Приветствую, друзья! Вот что больше влияет на человека? Внешняя форма другого человека? Или его настроение? Настроение, конечно, влияет. Но когда человек сердит, и когда он недоспал, например, он когда смотрит и думает, о, рубашка что-то не та, что-то он так небрежно оделся, ну как ему не стыдно, и болтает какую-то чепуху постоянно. А вот вы лучше послушайте, приятное сообщение. Сегодня, 31 числа, в 21.00 будет бесплатный ликбез. Выходите туда в Zoom, там будет во время трансляции сброшена ссылка. Так вот, что больше влияет, наверное, внешняя форма, приятное настроение или приятное сообщение. Что на вас больше всего влияет? И вот еще одно сообщение. Поскольку мы в прошлый раз, а я вас благодарил за то, что мы включили коллективный разум и давали комментарии, как лучше нарисовать картину. И мне там был коммент ни одного участника нашей школы, но она просит обычно не называть ее имя, я не знаю почему, потому что, ну, как хочет, как хочет. Ну, по-моему, достойно было бы назвать, потому что она без всякого комментария, она мне просто прислала две фотографии. Старый, который был, и новый, который вчера был. И она сказала, первое – это день солнечный, а второе – это ночь задумчивая. Ну, и вот я понял, что надо сделать. А потом вы еще писали мне, что может быть волосы укоротить, я тоже учел, потому что я думал, думал, смотрел, смотрел и подумал. Ну, что все время путаются люди, то девушка красивая, то парень это. Возьму действительно укоротить волосы и посмотрю. И на самом деле взял и укоротил, а шею оставил такой широкой, на всякий случай. Да, и перстень вот здесь у него на руке. И теперь вам вопрос. Вот здесь вот есть одна точка, которая очень яркая. И перстень. Не конкурируют они между собой? Может быть, эту точку яркую брать? А может, оставить? Посмотрите. Вот. Видно, да? А я там как цыпленок в этом желтом. Ну, хотел солнца немножко. А то так вот, видите, уже август наступает. Скоро август. Да. Уже наступил август. Скоро осень. Помните эту песню? А теперь слушайте меня внимательно. Конечно, по идее, лучше всех о людях должен понимать мусорщик, который за ними убирает. Ну, да. Но дело в том, что новеллу написать или роман может только тот, кто видит, как говорится, в лужах звёзды. Кто видит за мусором вселенную. Поэтому у нас в школе «Человек будущего» Homo Futurus очень много людей, которые видят за формой, за картиной конкретной, за обстоятельствами, приятными и неприятными. Они видят звёзды. Они видят Вселенную. Они видят дальше своего носа. Они смотрят дальше, дальше. Поэтому наша школа называется «Школа «Человек будущего». Что, собственно говоря, сохранит мир на планете? Когда мы обращаемся к человеку, именно к его человеческим качествам. Поэтому наша школа «Человек будущего» на самом деле – это школа человечности. И вот оказывается, во всех эпохах, во времена всех этих перемен, таких бифуркаций при столкновении с неопределённостью, именно человеческие качества помогали людям победить. Имеется в виду выжить с достоинством. И себе помочь, и другим помочь. Это очень важно. Мы, конечно, сталкиваемся с мусором. Но мы, когда снимаем лишнее напряжение, выходим на самое себя, на состояние Творца внутри себя, на человеческие качества, мы видим звёзды. Поэтому, как сказал Ричард Бах, это не звёзды вечные, это мы вечные. Я бы добавил, потому что мы человеки. До встречи, друзья. На вебинаре, не на вебинаре, а на ликбезе. А вебинар будет потом с Романом Газенко через несколько дней после этого. Объявление тоже будет. Выходите в Zoom. Это бесплатная помощь для тех всех, у кого болит голова и кто страдает бессонницей, а может быть и лишней тревожностью. До встречи.